Здравствуйте! В этом видео хочу поделиться опытом, как выставить правильно зажигание на черри Элуара. Ну, точнее, в данный момент я сейчас после ремонта ставлю головку блоков цилиндра на эту машину. Но машина китайская, а восток дело тонкое, поэтому как правильно выставить там зажигание. Сразу видно уже по поршням, что после чего я и меняю головку. То есть тут ремонт после, в общем, замены клапанов. Порвался ГРМ, столкнулись поршня и, в общем, выгнуло их. Посадочное место, видите, я притер, поршня вычистил, маслом все смазал. Для того, чтобы выставить зажигание, здесь есть такая пропочка и специальный болт. Он вытачивается по размерам. Опа, он уже гнутый. Это надо выровнять, в общем. Но суть в чем. Болтом нужно будет попасть в метку. Момент. Но только не как мы привыкли, верхний момент. А когда все поршня ровно посередине. То есть попасть вы сможете этим болтом в метку. Сейчас я его выровняю и покажу, как оно это. Только тогда, когда все поршня ровно по центру, отцентрованные. Так как сейчас в головке после замены клапанов, выставил все по моментам. То есть пару клапанов первого цилиндра торчат. И в любом случае, ну, 16-клапанник, он столкнулся с клапаном. И чтобы такого не было, здесь инженера сделали так, на 16-клапанной машине. Сейчас исправлю это безобразие. И зафиксирую. То есть я думаю, кому-то это будет полезно. Ну, да, шаголовка. Промазывается все спецгерметиком. Головка одевается. И все по порядку, как разбиралось. Так. Болт выровнен. Закручен. Вот что я хочу показать, что Крутим в одну сторону. Мертво стоит коленвал. Вон он внизу, там крутится. Крутим обратно. И все равно ничего не происходит. То есть Все надежно зафиксировано. И находится ровно по центрам. Все. Теперь Мажется герметиком. Все это дело. Одевается прокладка. Я не металлическую буду ставить. И все дело Затягивается. Теперь укладываем прокладку. Приклеивая аккуратно, тонким-тонким слоем. Так, чтобы Чуть-чуть она отлеглась. Приклеилась. Все дырочки совпали, как надо. Потом обмазывается тонким-тонким слоем верхняя часть. И ложится головка. К сожалению, рук не так много. Я бы этот процесс с внешней стороны снял. Но пока только поэтапно могу снять. Так. Дальше, после того, как мы кинули головку, подтягиваем коллектор. Обязательно либо на медные, либо на новые болты. Я там уже шайбы подкрутил к катализатору. Потом новые болты ставим. Видно, не видно. Промазываем шайбы, чтобы крутились хорошо. И динамометрический ключ не обманывался. А четко клацал на моменте, когда сила трения усиливается уже между болтом в блоке цилиндров, а не в головке. Так. Так. Дальше, продолжаем. Как выставить здесь зажигание? Правильные моменты. Видите, подтай в распредвалах. Это для того, чтобы обжималось. Но дальше, для того, чтобы выставить зажигание, там есть вот такие вот прорези. В эти прорези мы берем какой-нибудь уголок. Желательно подбираем по толщине этих прорезей. Вставляем его. Вот как-то так. Тут надо будет развернуть наоборот. Ну, в общем, вот так вставляется он. И тут вставляется. Помним, что болт мы там внизу уже не видно, наверное, отсюда. Закрутили. Вон он там. Специальный технический. В книге по ремонту этой машины указаны его параметры. Длина, размеры и все остальное. Потом вывинчиваем эти болтики. На специальный фиксатор садим шестерни распредвалов. И одеваем уже ремень ГРМ. Когда тут выставлено все. Тут выставлено все. То есть там болт загвинченный. Все моменты. И затягиваем под 10 ньютон на метр, на сантиметр квадратный вот эти все два распредвала на фиксатор. То есть тут, конечно, видно, что после того, как оборвался ремень ГРМ, точнее, тут лопнула муфта. Отсюда соскочила шестерня. Вон там муфту я уже заменил. Муфта вот она. То есть не муфта, а помпа. Шестерня помпы лопнула. Я новую туда поставил. Вот она. Ну, естественно, там встретились клапана. И клапанам самый первый удар был здесь. Этот бугель уже ремонтный. Видите, заводские нумерованные, а это откуда-то какой-то. Ну, подошел идеально. И вот этот вот тут резьба. Видите, разные болты. То есть тут на 8, а здесь такие маленькие. Но все, насверлил резьбу, сделал качественно. Крепко и прочно. И распредвалы крутятся хорошо. Сейчас не буду демонстрировать, потому что... Мне все равно их скоро обжимать, выставлять вот это все делать. Немного об моментах затяжки болтов и последовательности. То есть на данном картинке изображена последовательность затяжки болтов. Помним, что головка блоков цилиндра алюминиевая. Но у этой машины еще и блок цилиндров алюминиевый. То есть затяжка 45-50 ньютон на метров. Так, надеюсь, советы были полезны. Видео кому-то было полезным. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok